Вот смотрите, Пригожин вообще просто каждый день не дает нам скучать. Он в канун 9 мая, после 9 мая, в момент 9 мая и сейчас продолжает этот бесконечный фестиваль, этот фейерверк. Я это называю сквиртом. Вы, наверное, не застали это все. Да еще вы, еще старые школы. Ну, вот я говорю, что наш друг Пригожин сквиртит. Ну, лучше вам и не знать, вам надо не разберечь. Сквиртит он о чем? О чем? О том, что, значит, мол, он назвал дедушкой анонимного, но дедушка мудак. Законченный, законченный мудак, батенька. Существенная поправка. Точности в таких цитатах нужно. Ну, хорошо, законченный мудак дедушка. Причем, сейчас он уже поясняет, ну, как бы отыгрывает, но в своей манере ха-ха-ха. Он говорит, что это дедушка, может быть, Герасимов, может быть, это, так сказать, плакаты тети, которая встала. Ну, в общем, дурака валяет немного, хотя все не смешно, потому что, на самом деле, дошел он до точки. Ведь, ну, ладно, бог с ним имеет он в виду, в виду Путина не имеет, это еще можно рассуждать. Но, а все остальные-то у него, там, он, если вы помните, кричал, значит, Шойгу Герасимову, где снаряды, еще что-то. Но все это, в конечном итоге, было посвящено, то есть, за скобками звучало, а иногда и звучало прямо из его уст, о том, что мы не можем воевать. У нас нет снарядов, мы обещали к 9 мая взять Бахмут, мы его не возьмем. И вообще, мы на пороге того, что они попросят. Вот сейчас пока ничем не подтверждена информация, она предыдущая была, про 3 деоккупированных километра. Но говорят, что уже по всей линии в районе Бахмут, Солидар и так далее какое-то движение началось. Рано говорить, мы ничего не видим, так сказать, пока, чтобы официально подтверждало начало какого-то контрнаступления на этом участке. Но посмотрим, мы посмотрим, но в любом случае, Пригожин, видимо, что-то знает или что-то видит. Он все-таки находится близко к линии фронта, там где-то мотается. Вероятно, он знает, чем это П грозит и чем оно чревато. И, честно говоря, он вошел в фазу фактически прямого противостояния не только с военкомандой, вообще всем политическим руководством. Такое ощущение, что он решил, так сказать, сыграть ва-банк. Может, мы чего-то не знаем, я уже предполагал. Может быть, ему уже такую черную метку или там, не знаю, значит, послали какую-то, да. Хотелось хохмить, ну, ладно, вы сдержусь так насчет черного хода и черной метки. А то скажут, я пытаюсь переплюнуть самого Пригожина по этой части. Но, в общем, он там характеризовал 72-ю бригаду, которую разогнали с саными тряпками ВСУ и еще что-то. То есть, такое ощущение, что он перешел просто в открытую фазу противостояния. Я не знаю, почему люди как-то так со скепсом относятся к вашей иронии в твитах относительно того, что либо труп, либо подписание документов Пригожина от имени первого лица. Но, по-моему, вряд ли это чем-то другим должно кончиться. Либо туда, либо сюда. Потому что, ну, как бы принять это аппарату, институциональной власти, такое неконвенциональное поведение Пригожина, он с точки форы по-своему, конечно, даст любому оппозиционеру. Что это вообще происходит? Это процесс, который отражает какую-то внутреннюю ситуацию или ситуацию там сугубо военную? Что бы вы сказали? Ну, давайте вспомним такую историю этого процесса. Это же началось не вчера, но началось ровно год назад, после поражения российских войск под Киевом, Суммой и Черниговым. Возникла классическая в фашистском государстве проблема. Кто виноват в поражении? Фюрер или бросивший страну в эту волонтеру, или бездарные генералы, которые не смогли исполнить гениальный замысел Фюрера. Ну, это острейшая проблема для Путина была. И он спустил двух псов, их тогда два было, один из них постепенно уполз в свою Чечню. Это Пригожин и Кадыров. Мы же помним, с марта примерно. Да, собственно, в своем таком самом подробном опыте Пригожин это описывает. Кстати, как бы отмежовываясь, подчеркиваю, что никакого отношения к разработке плана и сегодня имел. А вот когда обосрались, мы в марте почувствовали, что Россию нужно спасать. И мы бросили все в Африке и пошли ее спасать. И там Путин стал использовать Пригожину и Кадырову для атаки на генералитет. Конечно, она была инициирована Путиным, она его спасала просто. И там дальше более интенсивно в прошлом году он нападал на Шойгу и Герасима. И тот, и другой, помните? Срывать подвоны босиком на фронт. Искупать и искупать вину. И его боевики там показательно из пулеметов портреты Герасимова и Шойгу разведут. Это все путинская акция, но она уже вышла из-под контроля. Путин все это породил. По-моему, первый такой пик этой конфронтации, какой-то узел серьезный, произошел. Я неоднократно, мы с вами об этом говорили. В ночь с 10 на 11 января, когда к Путину явились Шойгу и Герасимов. И потребовали у него, видимо, так я реконструирую события, две вещи. Во-первых, снять с поста руководителя операции Суровикина, какая-то странная роль при живом начальнике генерального штаба. И, ну, поставить, вернуть Герасимову возможность действительно выполнять свои обязанности начальника генерального штаба и непосредственно руководить в ННП. И второе, оградить их от этих постоянных оскорбительных нападок Пригожина. Ну, Путин, как всегда, выбрал компромиссное решение. Он всегда нерешительный в таких ситуациях. Он, в отличие от Гитлера, в такой же исторической ситуации, не буду напоминать, это все уже знает. Он, да, уволил Суровикина, назначил Герасима, но и Пригожин остался в той же своей роли. Продолжал свою кампанию уничтожения Герасима и Шойгу. И он играл уже в это время, я убежден, Пригожин уже перестал быть исполнителем специальной функции, прописанной пояс, стал играть свою политическую роль. Во-первых, вы правы, он, как большинство серьезных военных экспрессов, понимает, что война проиграна. И он, вот все, что он делает с января по сегодняшний день, он выстраивает свою очень привлекательную политическую форму уже в послевоенной и постпутинской России. Она крайне проста. Я солдат, я героически сражался. Там он пишет, что мы, когда вернулись в марте, мы отстояли там по Пасну и мы там еще. Я почти взял Бахмут, но мне нанесли удар ножом в спину предатели в Генштабе, предатели в Министерстве обороны. И всячески он в каждом своем памфлете подчеркивает предателей на Рублевке. Вот там жирующие олигархи, которых пограбить бы не мешало, ребятушки. Вот эта социальная составляющая у него все время проходит. И он, в общем, убедил в том, что... А в этом легко было убедиться, он прав, что Шойгу и Герасимов, во-первых, воры. Они разворовали армию до такой степени за 12 лет, что этим несчастным мобикам не только оружие, но даже обычных гимнастерок не могли найти. Что они бездарные, конечно, полководцы, ведут в сторонах поражения. Его же сейчас, ну вы же так же, как я, просматриваете так по диагонали патриотический канал. Он герой, герой турбопатриотов, он герой этих легендарных военкоров. И, в общем, то, что Герасимов и Шойгу говно, это уже общее мнение. И вот последний этап он начал довольно быстро переходить в последние дни. Ну, во-первых, сначала он написал обращение к троим, Путину, уже не просто Шойгу и Герасимову, Шойгу и Герасимову, и Путину, требуя боеприпасов, которые ему не хватает, когда он не получил в нужном... Да, я думаю, что вся эта крика о боеприпасах – это игра. Ну, им всем не хватает боеприпасов. Причем его реально ограничили в другом, в пушечном мясе заключенных. Шойгу и Герасимов, такие же два бандита, они поняли все это Пригожинское ноу-хау и стали хватать заключенных для своих, собственно, ЧВК. Кстати, абсурдность нашей всей ситуации. В Министерстве обороны есть три ЧВК. Всего ЧВК около 40. Есть три ЧВК у «Газпрома», есть ЧВК у каждого серьезного такого сырьевого губернатора, у которого есть какое-то барахлишко в губернии. Ясно, что эти ЧВК и Пригожин, и другими создаются на ней борьбы с Украиной. Они только мешают войне с Украиной, как показывает конфликт того же Вагнера с генштабом. Они создаются для следующей войны. Просто почти дословно по Ленину. Лена, помните лозунг, который перевернул весь мир? «Превратим войну эмпиристическую в гражданскую». Ну, я несколько раз поправлял Ильича, вернее, корректировал его в данной исторической ситуации. У нас это не гражданская, это мафиозная будет война. Превратим войну эмпиристическую в мафиозную. Вот эти 27 мафиозных ЧВК, они выстроились на низком старте начать борьбу за бесхозную собственность. Потому что с поражением России, с поражением Путина, с его неизбежным уходом, после вот того сценария А, который мы обсуждали, остается бесхозная громадная собственность. Ведь у нас же нет в стране частной собственности, она вся мафиозная, как-то замкнута через целый ряд посредников на администрацию президента. А с уходом администрации все договоренности теряются, и все, собственно, никому не принадлежит, а принадлежит человеку с ружьем, или вернее, в современной ситуации, человеку с ЧВК. И очень неплохая аритерация получается, человек с ЧВК. Вот на эту реальность работает Пригожий. Возникает, естественно, вопрос, а почему его до сих пор не убили? Ну, хотя бы те же конкуренты. Ну, то, что его не убили до девятого числа, объясняется тем, что, конечно, его жаждали убить Шойгу и Герасимов, но они опасались это делать без санкции Путина. Они считали, естественно, Пригожным человеком Путина, и как-то на такой резкий шаг они не рискнули пойти, даже хотя понимали, какую угрозу их собственной жизни представляет этот человек. Но вот после счастливого старикашки, законченного мудака, ситуация меняется, ситуация меняется, и возникает вопрос, а почему же он и сейчас не боится, что его убьют? Ну, видимо, он знает что-то, что не знаем мы. Ну, то, что у него есть, есть поддержка в вооруженных силах, есть. Ну, а генералы Суровикин и Мезенцев, это просто два генерала, очень большой генерал, один, по-моему, генерал армии, другой генерал полковник. Один из них демонстративно, после того, как его уволили с поста за министр обороны, пришел к тому же Пригор, я не знаю, в кого там, адъютанты, денщики там, я не знаю, политруки, но это же некий клан этих генералов. То есть там какие-то молодо-турки, которые ненавидят Шойгу и Герасиму не меньше, чем Пригожин. Они, безусловно, есть, и Пригожин ориентируется, в частности, на них. Ну, очень подробно говорили все инсайдеры о его тесных связях с Золотовым и этим знаменитым Дюмином, охранником Путина, который сейчас губернатор Тульской области. Это все замечательно, но после того, как он попер на Путина, почему он продолжает так, значит, эти люди, он считает, что есть его люди, которые готовы его поддержать и в сокновении Путина. В любом случае, все это свидетельствует, любая интерпретация этих событий, невероятных, в любой нормально функционирующей армии, свидетельствует ослабление позиции Путина, о потере диктаторам. Вот самый главный инструмент диктатуры – монополия на насилие. Монополия на насилие теряется. Вот на эти животрепещущие вопросы мы и получим ответ в ближайшие, наверное, уже дни. А я вот не случайно написал такой твит. И вот действительно, если у него нет поддержки людей, которых не шокировал, не шокировал его просто о счастливом дедушке, тогда его убьют, конечно, в ближайшие дни. А если нет, то у этой группы людей вполне есть шансы произнести под лебединое озеро, что товарищ Путин совершил ряд серьезных ошибок в украинском вопросе. А мы вот сейчас работаем над серьезным соглашением с украинскими влащами о таком организованном, коллективном, уважительном, двухстороннем выводе российских войск с украинской территории. Вот других вариантов я не вижу. Потому что тот же Пригожин, он, конечно, стремится, ему не нужна окончание войны, ему терпится заняться настоящим делом. Он же говорил бы, давайте закоктимся на каком-то кусочке украинской территории и объявим народу, что это победа. Ну вот как раз мы возвращаемся к тому варианту «Б», о котором, смотрите, какие разные люди одинаково мечтают об этом варианте. И Путин, и Си, и Пригожин, и Селиван, и Киссинджан. Вот все они мечтают о варианте «Б». А воевать-то Пригожин надоело. Делом надо заниматься, делом. Грабить громадную собственность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова